Домашний вкусный ароматный хлеб с мягким, пористым, мякишем и хрустящей корочкой. Не нужно никакого рукава для запекания и лишних приспособлений. Это самый простой, быстрый и вкусный рецепт домашнего хлеба из простых и доступных продуктов. Привет, друзья! С вами Елена и добро пожаловать ко мне на кухню! Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов! Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Давайте готовить! Глубокую миску просеиваем 400 грамм муки, добавляем 1 чайную ложку соли и 1,5 чайной ложки сахара и 6 грамм сухих дрожжей. Все хорошо перемешиваем лопаткой или венчиком. Делаем муке углубление и вливаем 40 миллилитров растительного масла без запаха и 210 миллилитров теплой воды. Замешиваем тесто сразу лопаткой. А затем руками 5-7 минут. После вымешивания тесто еще липнет к рукам, муки больше не добавляйте. Руки смазываем растительным маслом, собираем тесто в шар, округляем. И перекладываем тесто в глубокую миску. Накрываем пищевой пленкой и даем постоять в теплом месте 30 минут. Спустя 30 минут тесто хорошо увеличилось в объеме. Рабочую поверхность припыляем мукой. Перекладываем тесто. Тесто не обминаем, а сразу растягиваем руками в пласт. Затем сворачиваем в рулет. А рулет снова свернем, как показано на видео. Теперь снова растягиваем тесто и придаем форму батона. Батон перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрываем и оставляем в теплом месте еще на 20 минут. Спустя время тесто хорошо увеличилось в объеме. Сбрызгиваем его водой или смазываем молоком. Присыпаем слегка мукой. И острым ножом делаем надрезы. Отправляем хлеб в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут до золотистой корочки. Но, как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. Домашний хлеб готов. Даем ему полностью остыть и можно нарезать на кусочки. Рецепт очень легкий и простой. А хлеб получается очень вкусный, ароматный, мягкий, пористый и воздушный. С аппетитной хрустящей корочкой. Попробуйте обязательно. Я уверена, вам понравится этот рецепт домашнего хлеба. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего. До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok